Компания Коралл представляет Дора Мацоне в роли Алисии, Генри Сотто в роли Фабиана, а также Дилия Вайкаран в роли Хуаниты, Мануэль Саласар в роли Виченцо, Умберто Гарсия в роли Хусто, Хони Фуэнтес в роли Лилианы, Рикардо Аламо в роли Мигеля Энрики, Диссидерия Ткаро в роли Алехандры, Юл Беркл в роли Густаво. Йолетти Кабреро в роли Глэдис, Гладушка Акоста в роли Бонбон, Хулио Сесаркастро в роли Эль Топо. Композитор Ромуло Галлегас. Операторы Доминго Фуэнтес и Рафаэль Марин. Продюсер Хосе Герардо Гильен. Режиссер Отто Родригес. Он жив? Да, дорогая моя. Его похитили из больницы. Это серьезное преступление, Бонбон. Значит, это твой ребенок. Что? Отвечай быстрее. Какой ребенок? Нет, Луиза Фернандо, я ошиблась. Не отпирайтесь. Вы точно знаете, где ребенок Луиза Фернандо. Да, сеньор, но я ни в чем не виновата. Господи, прости. Нет, не думаю, что он жив, Луиза Фернандо. Это невозможно. Ты должна нам помочь. Кто принимал у тебя роды? Его зовут? Педро. Педро Маркану. Нет, нет, нет. Минуточку. В списке нет доктора Маркану. Вас обслуживала доктор Мария Рейес. Что? Бонбон, хватит лгать. Нет, там было столько народу. Я себя не помнила от боли. Да, там была доктор по фамилии Рейес. Собирайтесь. Мы едем в роддом. Зачем? Навстречу с доктором. Пусть она подтвердит, что мы рожали в один день. Нет, Луиза Фернандо, я не поеду. Поедете, я вас силой отвезу, сеньорита. Пустите меня. В чем дело? Что здесь происходит? Хуанита, подождите минуту. Я слушаю. Эти видения, плач, голоса. И раньше преследовали Луизу? Нет, раньше никогда. А в ее семье бывали случаи... Простите. Горе сломило Луизу Фернандо. А этот таксист делает только хуже. Сеньора Хуанита, я из последних сил держу себя в руках. Потерпите, сеньор. Это единственная возможность помочь ей. Я еле сдерживаюсь. Не понимаю, как я могу помочь Луизе Фернандо преодолеть эту жуткую депрессию. Излечиться от тоски после смерти нашего ребенка. По какому праву вы ворвались в чужой дом? Помоги мне. Они вбили себе в голову не весь что. Мы пришли выяснить кое-какие подробности. Если ты не при чем, зачем волноваться? Они меня обвиняют в преступлении. Они думают, что я в этом замешана. Какие у вас к ней претензии? Мири, меня убедили, что мой ребенок умер. Но этот сеньор видел его живым и здоровым. Ну и что? Они меня подозревают лишь потому, что я рожала в этой же больнице. Мы пришли просить вас о помощи. Мы хотим, чтобы доктор, который принимал у нее роды, опознал ее. Луиза Фернандо, это невозможно. Тебя ищет девушка. Меня? Нет, ты ошиблась. У нее довольно странное имя. Дубраска. Вспомнила. Мы долго беседовали. Да? О чем же? О дожде, о солнце, о луне, о капризах погоды. Да, в этом году с погодой творится что-то невероятное. Да, сильная жара способствует проявлению низменных чувств. Правда? Я не знал. Ты не в праве ее заставлять. Это мой единственный шанс найти ребенка. И я его не упущу. Послушайте мнение профессионального адвоката. Ты не имеешь права принуждать ее против воли. Значит, мои подозрения оправданы. Ты организовала похищение. Луиза Фернандо, не бросайся обвинениями. Твои угрозы меня ни капельки не пугают. Я не отступлюсь от своей цели. Я переверну небо и землю, чтобы найти моего сына. А если ты соучастница преступления, то берегись. Луиза Фернандо больна. Надо предупредить Рудольфа, пока еще не поздно. Привет, Густаво. Здравствуйте. Где Алехандро? С дочкой? Она ушла. Я сижу с ребенком. Очень жаль, она мне нужна. Мы можем поговорить? Это очень важно для меня. Я слушаю. Присядь. Ты муж Алехандро. Она рассказывала тебе о Фабиане? Да. Я о нем слышал. Понятно. Ей трудно смириться с тем, что я вдруг полюбила. Но это не повод так себя вести. Вы правы. Ей действительно непросто его принять. Отчего же? Что она тебе сказала о Фабиане? Ответь. Луиза в этом уверена. Значит, у нее есть основания. Просто она обезумела от горя. Причем здесь я? Почему она обвинила тебя в похищении? А мне почем знать? Ее ребенок умер, а мой жив и здоров. Да, у нее родился мертвый ребенок. Но она в это не верит. Думает, он жив. Мне ее жаль. Будь осторожна, Бонбон. Она пойдет до конца. Ты чем-то недоволен? Синьора, я тороплюсь. Вы можете выяснить подробности у Алехандры. Или у доктора. Густаво, что происходит? Дон Хуста вспомнил о брошке. Верни мне ее. Купи новую. Их полно в магазинах. Бонбон – это редкая антикварная вещь. Так что принеси мне ее. Не могу. Почему? Дай мне квитанцию из ломбарда. Прости, Мириам. У меня нет ни брошки, ни квитанции. Понимаешь? Ладно. Где ты ее заложила? Я ее не закладывала. Она куда-то потерялась. Потерялась? Мириам, меня обокрали. Моя няня все забрала. Напрасно я ей доверилась. Она оказалась воровкой. Черт. Мириам, не плачь. Тебе легко говорить. Как я оправдаюсь перед Доном Хуста? Сколько дадите? Черт возьми. Это ценная вещь, сеньорита. Сколько она стоит? Я продаю. Прежде всего, мы должны сделать экспертизу камней. Это долго? Нет. Всего несколько минут. Я сейчас. Я сейчас. Я сейчас. Я хочу кое-что уточнить. Успокойся, Мириам. Иди посиди со мной. Мы что-нибудь придумаем. Почему ты сразу не заложила брошку, как собиралась? Я не успела. Не успела? Ты должна была заложить ее, а я выкупить. Ты опять меня подвела. Ты меня обижаешь. Я должна расцеловать тебя за все твои выходки. Мириам, я тебя подвела. Я и выручу. Скажи Дону Хусту, что брошь украли. Господи, спаси. Это называется выручить? Это память для Дона Хуста. Он очень расстроится. Тогда выкручивайся, как знаешь. Ясно. Чего еще можно от тебя ожидать? Ты безответственная. Спасибо. Что-то не так? Нет, сеньорита. Камни безупречны. Тогда давайте деньги. Сначала я обязан задать вам несколько вопросов. Вы не заинтересованы в сделке? Верните брошь. Я продам ее в два счета. Не думаю. Такие редкости не часто встречаются на нашем рынке. Я обязан навести справки. Это уникальная вещь. Она моя. Извините. Мы обязаны получить официальное подтверждение, что вещь не краденая. Еще не хватало. Черт бы побрал эту брошь. Тебя все бросили, Игнасио. Даже Мигеля и Энрике выпустили. Мне это подозрительно. Бог с этим Мигелем Энрике. Почему мое дело буксует на месте? Оно слишком запутанное. А ты слишком медлительная. Чего ты ждешь? Игнасио, мне повсюду чинят препятствия. Судья против тебя. Значит, ты опускаешь руки, Алисия? Я не виновен. Я наказан за чужое преступление. Игнасио, не питай ложных иллюзий. Твое заключение кому-то выгодно. Рудольф пользуется плодами твоего труда, пока ты здесь. Поясни. В последнее время его доходы сильно выросли. Он выкупил твой дом на аукционе. Что? Что слышал? Рудольф Арисменди, новый хозяин усадьбы Риера. Невероятно. Он давно задумал эту месть. Даже твоя родная дочь от тебя отвернулась. С ее согласия Рудольф засадил тебя за решетку. Я жду тебя, чтобы кое-что выяснить. Рудольф, я не хочу ссориться, прости. Я тоже этого не хочу. Напротив, давай поговорим об этом Мигеле Энрике и расставим все по своим местам. Сейчас у меня есть более важные дела. Что может быть важнее наших отношений? Рудольфо, это подождет. Сначала мы с тобой поедем в полицию. Бонбон знает, где наш ребенок. У нас нет времени, Рудольф, и собирайся. Луиза Фернандо, у тебя расшатались нервы. Я успокоюсь тогда, когда мы найдем сына. Луиза Фернандо, милая, что с тобой? Хуанита, мне нужна твоя помощь. Мой сын у Бонбон. Погоди минуточку. Причем здесь Бонбон? У нее мой ребенок, тот мальчик, которого она выдает за своего сына. Мы срочно должны сделать заявление в полиции. Господи, что вы переглядываетесь, будто перед вами привидение. Хуанита, Поймите же, я говорю правду. Вы мне не верите? Отдайте мою брошку. Я не могу, пока не получу ответ. Я подам на вас суд за клевету. Господин офицер, это она. Сеньор, вы меня неправильно поняли. Моя подруга попросила меня продать эту вещь. Ложь, господин полицейский. Это брошь Хусту Минеро. Сеньора ее украла. Луиза Фернандо, возьми себя в руки. Почему вы мне не верите? Ни единому моему слову. Я кое-что узнала. Мне не обойтись без вашей помощи. Дорогая, Рудольфо прав. Мы разделяем твое горе и желаем тебе добра. Я отвечаю за каждое свое слово. Бонбон похитила моего ребенка. Луиза Фернандо, присядь, поговорим. Не обращайся со мной, как с умолешенной. Я в своем уме. Хорошо, оставьте меня. Вы мне не верите и не надо. Луиза Фернандо. Уйди с дороги. Луиза. Отойди. Успокойся. Девочка. Вы смирились с его смертью. Вам всем так удобнее. Зачем вам лишние хлопоты? Вы меня убиваете. Господи, откуда такая жестокость? Что я вам сделала? Я не лгу, Рудольфо. Я могу доказать, что наш ребенок у Бонбон. Я прошу только немного сочувствия и понимания. Неужели это так много, Рудольфо? Помоги мне, любимый. Привет. Есть новости. Не сейчас. Дело в том... Пожалуйста, помолчи. У тебя неприятности? Я могу чем-нибудь помочь? Вряд ли. Мне никто не поможет. Прости. Возможно, я много на себя беру, но я пропустила одного твоего клиента. Аристелла. Не пугайся раньше времени. Он не поклялся, что это ненадолго. Ладно, я его приму. Свари нам кофе. Хорошо. Добрый день. Что это? Лучшему адвокату в мире. Что это за шутки? Кто это выдумал? Это я. Мне хотелось отблагодарить тебя за мое чудесное освобождение. Мигель Энрике? Мириэм, подожди, не уходи. Это лишь знак благодарности за то, что ты для меня сделала. Ты настоящий профессионал. Неужели? Мириэм, дай мне закончить. Это лишнее. Спасибо, что вытащила меня из этого ада. Ты возвращаешь меня к жизни. Прекрати. Не смей ко мне прикасаться. Девушки отдыхают. Ты уходишь? Да. На свидание с интересным человеком? Исабель, к чему эти вопросы? В последнее время твои отлучки внушают мне подозрения. Исабель, твоя ревность беспочвена. Ты всегда была разумной женщиной. Не путай разум с вежливостью. Мы не настолько близки, чтобы постоянно отчитываться друг перед другом. Хорошо. Нет понимания, нет любви, нет бизнеса. Так что уходи из моей жизни. Исабель, радость моя. Убирайся, пока у меня окончательно не лопнуло терпение. Я тебя вытащила, потому что я твой адвокат. И не жди от меня иного ответа, Мигель Энрике. Но ведь раньше ты... Что было, то было. Забудь об этом. У меня к тебе профессиональный интерес. Так что у нас будут сугубо деловые отношения. Ясно? Я соскучился по твоим поцелуям, когда ты ластилась ко мне, словно киска, пока я спал. Катя, замолчи. Мириам, подожди. Я не настаиваю. Я уважаю твои чувства. Я сяду, закрою глаза, и ты меня поцелуешь. Мириам, я готов. Я уже почти сплю. Я вижу сладкий сон. Как ты ко мне подходишь. Чудесное видение. Мириам. Что это за выходки? Ты мне надоел. Спектакль окончен. Теперь уходи. У меня много дел. И на прочь отсутствует чувство юмора. Мириам, не выгоняй меня. Я пришел сказать тебе спасибо. Правда? А также попросить тебя... Поехать со мной в тюрьму, чтобы доказать Игнасио, что я вышел на свободу лишь благодаря тебе. Я разделяю твое горе. Да, это невероятная история, но криком ты ничего не добьешься. А что мне делать? Наш ребенок у нее, Бон-Бон, его похитила. Выпей успокоительное. Мне не нужны никакие таблетки. Это тебе поможет. Тебе надо отдохнуть, дорогая. Тебе вредно так волноваться. Возьми себя в руки. Ладно. Все. Доволен? Теперь я могу говорить? Да, конечно. Я слушаю. У меня нет прямых доказательств против Бон-Бон, но полицейские сумеют ее уличить. Нет, Луиза Фернандо. Так дела не делаются. А как они делаются? Это твой сын, Рудольфо. Вместо того, чтобы попусту сотрясать воздух, ты бы лучше помог мне его отыскать. Я понимаю твое состояние, любимая. Успокойся. Он не умер. Он жив и здоров. Почему ты не веришь, Рудольфо? Я лишь прошу тебя не торопиться, Луиза. Время не терпит. Луиза Фернандо, когда ты будешь в состоянии все спокойно мне объяснить, я с удовольствием выслушаю все твои доводы. Рудольфо, Рудольфо, замолчи. Луиза Фернандо, тебе нужно выспаться. Нельзя так себя изводить. Это ошибка. Я лишь выполняла просьбу моей подруги. Вас обвиняют в краже. Нет, сеньор, поверьте, это недоразумение. Я вижу, вы порядочный человек. Я стараюсь. А если я постараюсь вас заинтересовать? О чем это вы? Я знаю, вам приходится много работать. Что значит какая-то брошка по сравнению с убийством или ограблением банка? Любое воровство – преступление. Конечно. Поверьте, я не воровка. В знак моей доброй воли... Доброй воли в обмен... Насущий пустяк. Это поможет вам забыть обо мне. Я уйду, и никто ничего не узнает. Зачем вам лишняя головная боль, возня с бумагами? Доктор и мать Элехандры? Вот это новость. Да уж. Знаешь, Исмаэль, я устал от выхода к этого негодяя-проходимца. Будет еще хуже, когда синьора узнает о проделках своего дружка. Она узнает. Я сам ей скажу. Это твой долг. Нельзя скрывать, что ее внучка приходится дочерью, ее жениху. Это просто невероятно. Ненавижу этого подонка. Элехандра почти забыла о нем, но он вновь объявился. Отомсти ему. Не болтай ерунды. Но почему? Я пообещал Элехандре молчать. Но у меня руки чешутся расквасить ему физиономию. Оставь в покое мою маму. Она была здесь. Я попытался открыть ей правду. Но не смог. Я тоже пыталась. И тоже отступила. Тебе плевать? Но она тебя очень любит. Думаешь, я нарочно соблазнил Динору? Я в этом уверена. Напрасно. Все вышло случайно. Ложь. Ты хотел мне отомстить. Ничего подобного. Фабиан, мне все равно, как это началось. Я требую это прекратить. Это не так просто. У нас с Динорой серьезные отношения. Построенные на лжи. На элементарном расчете. Если когда-нибудь я и лгал, то лишь за тем, чтобы удержать тебя. Но ты сбежала и родила ребенка от другого. Фабиан, наши с тобой проблемы остались в прошлом. Но я не позволю издеваться над мамой. Не вынуждай меня на крайние меры. Мне будет больно. Но я все ей расскажу. Ты моя награда за терпение. Ты и Фабиан. Фабиан, твоя мама недовольна. Упрямая девчонка. Уж я-то знаю ее с пеленок. Ты мне поверь. Знаешь что? Если он захочет, я подарю ему такого же сладкого малыша. Фабиан, шутки закончились. Забудь о маме, если не хочешь, чтобы она обо всем узнала. Лучше исчезни поскорее. Ты избалованная девчонка. Эгоистка. Я? Да, ты. Ты готова растоптать чувства матери, чтобы потешить свое самолюбие. Что ты о себе возомнил? Ты соблазнил меня, а потом принялся за маму? Ошибаешься. Я этого не хотел. Но ты сама сбежала с другим, когда я ушел из семьи из-за тебя. Я не виновата. Да? Забудем об этом. У тебя своя жизнь. Дай нам шанс начать все с нуля. Твоя мама заслужила немного счастья. Вы мне поможете? Опасно ходить с такими деньгами. Вытяните-ка руки. Разве мы не договорились? Спокойно, иначе мне вас не вывезти. Ты не ошибся? Нет. Тогда вези меня прямо к этому асфальду. Помните, он не так прост, как кажется. И он предан Луизе Фернанди. У меня особый дар втираться в доверие к людям. И я умру от любопытства, если не узнаю, что общего у Луизе Фернанди с таксистом. Она заснула. Как же мне ей помочь? Надо прекратить это безумие. С чего она взяла, чтобы Бонбон наш ребенок? Что делать? Как мне ее разубедить? Хватит прохлаждаться. Нельзя давать ей передышку. Нет. Надо действовать. Не может быть. Нет. Он меня запер. Господи, зачем? Рудольфо! Рудольфо, выпусти меня, слышишь? Рудольфо, сию же секунду открой дверь. Иначе я сломаю замок. Ты меня понял? Открой. Рудольфо. Открой, или я позову Хуаниту. Хуанита на помощь. Меня заперли. Как же мне быть? Рудольфо? Что там происходит? Ты слышишь? Ты тоже лишился рассудка вместе с Луизой? Нет, мама. Луиза Фернандо не сумасшедшая. Правда? Мне так не кажется. Или теперь принято так себя вести? Да? Это непростой визит вежливости. Думайте, что хотите. Я попросил Мирием подтвердить вам, что меня волнует ваша судьба. Что за бред? Спокойнее, доктор Риера. Не надо так злиться. Выслушайте. У меня хватит гордости не лебезить перед предателями. Я вас не предавал. Мирием без труда меня вытащила. Я могу ознакомиться с резолюцией? Разумеется. Вот прошение, которое я подала по делу Мигеле Энрике. Судья его подписал. Прочтите сами. Это доказательство его верности вам. Добрый день. Куда вам, синьорита? В гости к нашей подруге. Какой? К Луизе Фернанди Риера. К Луизе Фернанди? Нет. Не припоминаю. Мне всё известно. Мы должны ей помочь. Помочь? Благодаря тебе это деликатное дело начало распутываться. Я не только её лучшая подруга, но и адвокат. Надеюсь, Акушерка откроет нам правду без вмешательства адвокатов и полицейских. Акушерка? Что бы это значило? Поверьте, нам недолго осталось ждать её признания. Это замечательно. Скоро Луизе Фернандо обнимет ребёнка, которого все считают мёртвым. Ребёнка? Откройте же, наконец, эту проклятую дверь! Рудольфо! Спокойно, спокойно. Выход есть. Выход есть. Спокойно. Всё хорошо. О, Боже! Я его явно слышу. Что со мной? Рудольфо, не мучай меня. Открой дверь. Я больше не могу здесь сидеть. Выпусти меня, умоляю. Рудольфо! Что случилось? Что за крик? Ей плохо, Хуанита. Она не в себе. Я поднимусь, постараюсь её утешить. Нет, нет, Хуанита. Она сама справится и успокоится. Господи. Если сможет. Это невозможно. Что именно? Алисия уверяла, что Мигель Энрике меня оговорил. Это не так. Она хотела нас поссорить. В заявлении Мигеля Энрике было истолковано против него. Значит, кто-то нарочно тормозит это дело. Мы постараемся это выяснить. Расспросите своего адвоката информировать вас. Её святая обязанность. Она недавно была у меня. Судья не захотел её принять. Она уверена, что кто-то лично заинтересован в том, чтобы я находился здесь, в тюрьме. Уж не она ли? У Алисии есть причины опасаться вашего освобождения. Привет. Привет. Как она себя ведёт? Как настоящая леди. Да? Мы немного поболтали. Вот как. С тобой мне так и не удалось поговорить по душам. Мама, я только приехала. У нас не было времени спокойно пообщаться. Матильда. Да, сеньора. Положи девочку спать. Я сама её уложу. Нет. Пришло время расставить всё по местам. Осторожнее. Ты о чём? Мне любопытно, Алехандро. Что творится вокруг меня? В чём причина твоей неприязни к Фабиану? В чём он провинился? Он? Да. Ни в чём. Ты что-то путаешь, Алехандро? Поведение Густава тоже подозрительно. Что с ним? Не знаешь? Здорово, доктор. Вот мы и встретились. Густаво? Да. Густаво Касан. Муж Алехандры. Я не забыл. Тебе нравится твоя роль? Да, но не нравится твоя. Ты было, остался бессовестным негодяем. Тебе самому не надоело? Не пытайся судить сгоряча, не поняв, в чём дело, не разобравшись. Думаешь, я поверю в твою искренность? Алехандро прошла через сущий ад. Это касается лишь нас с ней. Так что лучше не вмешивайся. Ошибаешься. Я провел без сна, столько ночей, утирая ей слёзы. Я не виноват, что так получилось. Да? А что происходит сейчас? Ты тоже не виноват? Отвечай. Ты мстишь всем женщинам за неудачи в любви? Мне просто не нравится твой новый друг. Он самовлюблённый кретин. Пошляк. Он тебя использует. Ты достойна большего, чем мимолётный роман. Алехандро, что ты говоришь? Фабиан доказал мне искренность своих чувств. Надолго ли? Открой глаза, мама. Как бы потом не пришлось плакать. Алехандро? Он тебя погубит. Он знает, как проникнуть в сердце женщины, чтобы ранить её и спокойно исчезнуть. Алехандро, ты видела его всего пару раз. Или нет? Вам уже приходилось встречаться раньше? Давай отложим этот разговор. Сейчас ты не способен рассуждать. Я пришёл не рассуждать. Тогда зачем? Проучить тебя. Попробуй. Я поставлю тебя на место. Знай, что за этих женщин есть кому заступиться. Понятно? Да. Интересно. Ты возомнил себя терминатором, мальчик? Получи. По-твоему, я не имею права любить и быть любимой? Это не так. Алехандро, ты моя единственная дочь. Разве ты не радовалась моему роману с Игнасио? Он тебя любил. Перестань, Алехандро. Он променял меня на 20-летнюю девчонку. Он не разрешил мне защищать его, чтобы не обидеть свою Алисию. Фабиан в ост раз хуже. Он тебя не стоит. Уходи от него, пока не поздно. Нет, Алехандро. Я не откажусь от Фабиана лишь потому, что он тебе не приглянулся. Я успела его возненавидеть. Очень жаль. Тебе придется смириться с его существованием. И знай, я буду счастлива родить ему ребенка. Нет. Нет. Да. Ты роешь себе могилу. Так, она спит. Пускай спит. Я не стану ее будить. Утром все переменится. Хотя нет. Как бы ей не стало хуже. Может, мне следует пригласить доктора? Да, пожалуй, это необходимо. Луиза Фернандо. Прости, но тебе стоит показаться врачу. Луиза Фернандо. Проснись. Луиза Фернандо. Любимая. Черт, что это? Где Луиза Фернандо? Фильм, переведенный, озвучен компанией Интеркоммуникейшнс, 1999 год. Раконом фернандо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok